Новые здания, высокотехнологичная аппаратура. Югра и Сургут продолжают бороться с онкозаболеваниями. Однако пока статистика не радует. Почему пациентов с диагнозом рак в нашем городе стало больше и зачем строить новые поликлиники, расскажет Анна Марченко. Сделать удобной и функциональной. Властью Сургута начали собирать предложения по реновации проспекта Ленина. Зачем городу новая центральная улица и как она может выглядеть после реконструкции. Об этом в первой части выпуска. Земля хранит память и слезы. Наглядность и причастность к истории своей страны – лучшее средство прочувствовать ее на себе. Волонтеры-поисковики поделились итогами вахты памяти. Скольким бойцам Великой Отечественной вернули имена, расскажет Елена Монатидин. Даже над одним полетом трудятся сотни человек. 9 февраля – день гражданской авиации России. Кто отвечает за питание в самолетах, чистую взлетно-посадочную полосу и вовремя доставленный багаж? Виктория Алексеева познакомилась с одной из династий Сургутского аэропорта. Одна из самых популярных в мире – доступная, быстрая и умная. Волейбол отмечает 125-летие. Как этот вид спорта развивается в Сургуте и где сегодня играют бывшие спортсмены из нашего города? Об этом Дмитрий Круховец. Более 30 тысяч инфицированных коронавирусом в мире. Почти все они в Китае. Два пациента в России, один из них в Тюмени. Какой барьер поставили вирусу в Югре и готовы ли сургутские врачи? Расскажет Анна Бревнова. Это программа «Новости главное». Здравствуйте. Служба информации и телерадио компании «Сургут Интерновости». И я, Дарья Давыдова, в ближайший час расскажем вам о самых заметных событиях недели. Только главные новости этих семи дней. Эта неделя как никогда оказалась насыщена новостями из сферы здравоохранения. И дело не только в коронавирусе. Но мы о нем, тем не менее, расскажем чуть позже. На карантин из-за роста числа больных с гриппом и ОРВИ закрыли все школы сургута. В поликлиниках города провели акцию «Онкопатруль», которую приурочили ко Всемирному дню борьбы против рака. Скрининг населения организовали и в Сургутской окружной клинической больнице. Его прошли больше 60 человек. У трех пациентов выявили новое образование. У одного – опухоль прямой кишки, у двоих – щитовидные железы. Они направлены на дополнительные обследования. После людям назначат лечение. Сургутскую станцию переливания крови и Бюро судебно-медицинской экспертизы внесли в программу модернизации первичного звена. До 2024 года эти учреждения, наконец, должны получить новые, просторные, безопасные здания. Но в следующем сюжете хотелось бы поговорить именно про онкологию и новые поликлиники. Количество больных раком в Сургуте и районе, к сожалению, растет. Почему и что делают сейчас в городе, чтобы не только раньше выявлять онкологию, но и эффективнее лечить. Анна Марченко продолжит тему. О росте числа тех, у кого впервые выявлены злокачественные новообразования, онкологи заявляли еще в 2019-м. Год закончился, окончательные цифры посчитаны. Действительно, статистика стала печальнее. В Сургуте врачи выявили 1089 новых случаев заболеваний. Это почти на 250 больше, чем в 2018-м. В соседнем муниципалитете количество больных 253, больше на 52. Связывают тенденцию с тем, что население стареет, а рак, как правило, поражает людей старше 45. Плюс молодежь стала чаще привозить в Югру на лечение своих родственников из других регионов России. Первая пятерка по локализации онкологии выглядит так. На первом месте рак молочных желез, затем предстательные железы, на третьем легкого, на четвертом и пятом толстые кишки и кожи. Еще в августе на базе Сургутской окружной клинической больницы заработал Центр амбулаторно-поликлинической помощи «ЦАП». Пока он базируется на базе онкоотделения на студенческой 14-1. Быстрая диагностика онкологических заболеваний и представление для специализированной помощи. Пока функционирует также на старой базе, но уже приобретено здание для нашего учреждения. Это вот такое стекляно-красивое здание на территории больницы, в котором будет размещаться в частности и Центр амбулаторно-онкологической помощи. Надеемся, что это где-то в апреле-май произойдет уже. И наши пациенты, в том числе и не первично выявленные, а которые и стоят у нас на учете, будут приходить уже в хороших условиях получать помощь от нас. Открытие специализированных центров направления региональной программы борьба с онкологическими заболеваниями – это часть нацпроекта здравоохранения. Операции в ЦАПе, конечно, проводить не будут. Хирургия останется в корпусе АСОКБ. Но пациенты, которым требуется химиотерапия, травить злокачественные клетки будут в более комфортных условиях. Там будет также дневной стационар. То есть все, что раньше располагалось на студенческой 14-1, будет перенесено в это новое здание и будет располагаться там. Три подразделения онкологических будут там располагаться. В том числе дневной стационар будет занимать целый этаж. СОКБ продолжает работу над обновлением материально-технической базы в рамках борьбы с онкозаболеваниями. Например, в конце прошлого года клиника обзавелась инновационным лазером. Такого нет больше ни в одной больнице округа. Его высокая точность позволяет оперировать даже в труднодоступных местах, минимально повреждая окружающие ткани. Такая аппаратура в основном нужна при вмешательствах на органах головы и шеи. В очереди на поставку большой комплекс патоанатомического оборудования. Звучит неприятно, но на самом деле такая техника необходима для верификации клеток опухоли. Именно патоанатомы исследуют новообразование и выносят вердикт, злокачественная опухоль или нет. Параллельно идет работа с документами. Помогает в этом врачам и Департаменту здравоохранения Югры Общероссийский народный фронт. Сейчас ОНФ планирует отдельное совещание с экспертами. Обсуждать будут лекарственное обеспечение онкобольных. Те нормы, которые сегодня сделаны федерацией, они абсолютно не подходят для отдаленных территорий. Ну, например, вот недавно прозвучала жалоба, в которой мы участвовали в Общероссийский народный фронт. СОСВА, там нет ни стационара, там нет и те нормы, которые федеральные существуют, мы не имеем права там лечить пациента. Мы его должны лечить в онкологическом отделении, а это онкологическое отделение в городе Ханты-Мансийске, ну, для СОСВА. Лариса Белоцерковцева назвала трудности с маршрутизацией онкобольных и их обеспечением лекарствами тромбами, которые надо убирать с региональной карты. В основу предложений ОНФ ляжет именно географический принцип упрощения логистики и, как следствие, ускорения лечения. Задачи перед Югрой на данный момент стоят следующие. К 2024 году количество больных раком, которые от него умирают, должно сократиться с показателя в 22,7 до 18,3. Количество пациентов, у которых выявляют онкологию на ранней стадии, наоборот, вырасти с 55,6 до 62,4. Потому обновлять аппаратуру будут и в учреждениях первичного звена. Именно терапевт в поликлинике может заподозрить или выявить рак у пациента. Например, в первой ГП на этой неделе заработали новый флюорограф и маммограф. Это второй комплект техники, который позволит повысить охваты и выявляемость злокачественных опухолей у пациентов. Но думать надо, впрочем, и о площадях. Важно, чтобы было где получать медпомощь. Быстростроящийся Сургут нашел временное решение проблемы. Открывает врачебные офисы на первых этажах жилых домов. Одним из инструментов, которые на сегодняшний день у нас есть, является выкуп помещений, приспособленных или не приспособленных, когда строители. Мы договоримся о том, что эти площади будут в новостройках строиться. И мы эти первые этажи будем в итоге выкупать под те поликлиники, которые есть. Вы знаете, что Сургутская поликлиника номер 4 филиал сформирован таким образом. Сургутская поликлиника номер 2 таким образом сформирована. В том числе и номер 1 поликлиника тоже была у нас позапрошлым году. Было открытие такого филиала очень красиво и замечательно. Только в таких кабинетах набор обследований ограничен, анализы и ЭКГ. Сами врачи говорят, что строить новые поликлиники необходимо. Только так можно оказывать качественную помощь населению. Не на первом этаже жилого дома, что может весьма и удобно, а в полноценном учреждении. Сейчас известно, что в программу модернизации первичного звена Югры внесли планы по строительству в Сургуте двух поликлиник. По мнению окружных чиновников от здравоохранения, сами жители должны решить, где новые клиники будут располагаться. Однако с земельными участками в нашем городе не все так просто. Сейчас под медицинские нужды зафиксирован целый микрорайон, где достраивается центр охраны материнства и детства. И участок, где раньше был рынок геолог. То есть мы со стороны городских властей, территория зарезервирована. В программу развития первичного звена здравоохранения, насколько я знаю, потребность в этих поликлиниках включена. Теперь, если эта программа будет утверждена, на это будут выделены в том числе и федеральные средства. Я думаю, что в ближайшем обозримом будущем мы увидим с вами новые учреждения. Появятся новые поликлиники, будут необходимы новые специалисты. Особенно узкие. Например, штат тех же онкологов сегодня в СОКБ укомплектован только на 80%. А нагрузки растут. Двоих специалистов уже устроили. Это врачи из Челябинской области. Остальные кадры готовят на базе мединститута Сургу. В планах в этом году принять еще двоих интернов. Еще двоих в 2021. В 2022 – четырех. Только никаких специалистов не хватит, если люди сами не начнут заботиться о своем здоровье. Например, делать ежегодные обследования или хотя бы приходить на скрининги, которые организовывают в СОКБ регулярно. Выявленный на ранней стадии рак почти всегда можно вылечить полностью. А вот на третьей или четвертой – большой вопрос. Анна Марченко, Дарья Давыдова, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости. Главное». 5 февраля на портале «Открытый регион Югра» стартовало рейтинговое голосование за благоустройство общественных мест в 2021 году. В Сургутском списке четыре пространства. Парки в 38-м, 43-м, 20-м А микрорайонах и сквер на улице Республики. Все эти места были выбраны также с помощью голосования. Теперь нужно установить, какой из проектов начнут реализовывать в первую очередь. Сургутянам уже не в первый раз предлагают проявить инициативу. Это делается не только для учета мнения жителей, но и для получения финансирования из бюджетов разных уровней. Рейтинговое голосование, требования федеральной программы, формирование комфортной городской среды. В результате прошлых выборов средства из государственной и региональной казны смогли получить на проекты «Экопарка за Саймой», сквера молодежного и двух рекреационных зон в районе Дворца Торжеств. О том, на какой стадии находится строительство уже начатых объектов, и что планируют сделать с теми, что вошли в список голосования в этом году, выясняла Валерия Кудрявцева. В сквере на улице Республики раньше находился противотуберкулезный диспансер. Его демонтировали три года назад. Сейчас это один из объектов в рейтинговом голосовании на благоустройство. И, по словам администрации, это единственный проект в списке, который возможно преобразовать всего за один сезон. Все дело в небольшой площади объекта. Она составляет чуть более 14 тысяч квадратных метров. Предварительно планируют разделить сквер на функциональные зоны, в которые могут войти спортивная площадка, каток и скейт-парк. Первый этап в благоустройстве каждой территории, которую выносят на голосование – подготовка самого места. Первым делом нужно сделать нормальное, грамотное водоотведение, потому что мы знаем, что на все микрорайоны поднимается, потому что болотистая местность отсыпается, и вот эти участки лесные, они оказываются в низине. Первым делом это водоотведение, понятно, дорожно-тропиночная сеть, освещение. Уже по наполнению можно смотреть. Большая территория, там могут появиться несколько детских площадок, там лыжные трассы, катки и так далее и тому подобное. Благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды в Сургуте ночевое строительство пешеходного моста в сквере Старожилов, главной площади, набережной в районе Сургу. Также обновят парки Кедровый Лог и Засаймой. За все эти объекты проголосовали жители. Народные выборы – обязательное условие для получения финансирования из федерального и регионального бюджетов. Всего в 2019-м на благоустройство общественных пространств потратили 220 миллионов рублей. Доля государственных и окружных – 160 миллионов. Из-за короткого строительного сезона и большого масштаба работ реализация проектов рассчитана не на один год, но горожане уже отмечают положительные изменения в облике Сургута. Да, правда, они стали более светлыми, то есть освещение в темное время суток появилось, и вечером довольно-таки комфортно гулять. Как-то все равно больше парков стало. И богатырь, и Сайма как бы все равно лучше как бы и ходят, проверяют благоустроенно, что. Во-первых, парк начал строиться, потом Засаймой очень хорошо обустроили тоже места. Красиво видно, заметно. Дорожки, освещение, потом детские зоны, потому что у нас маленькие дети. Это, конечно, отмечается. Особенно часто ходим на парк Сайма, очень хорошо, красиво. И отдохнуть, и с животными, и с детьми погулять очень хорошо. Один из самых масштабных проектов – реконструкция парка Кинровый Лог. Полная стоимость работ – порядка 500 миллионов рублей. В 2019-м там уже сделали просторную парковку. В этом году планируют обустроить маршрут для молодоженов. Благодаря тому, что за последние несколько лет благоустройство парковых зон в Сургуте ведут очень активно, администрация поняла, как при перестройках максимально сохранять пустые деревья. Уже сколько-то лет обязательное условие, когда к нам выходит проектировщик на проектирование того или иного объекта, прям таким, скажем, жирным шрифтом прописывается с максимальным сохранением зеленых насаждений. И проектировщики уже по месту начинают смотреть, где менее ценные, допустим, находятся породы, более заболоченные участки, которые нужно отсыпать, что-то сделать именно там. Выбрать одну из четырех территорий для благоустройства, которой нужно заняться в первую очередь, можно на портале «Открытый регион Югра» в разделе «Неравнодушный гражданин», нажав на вкладку «Комфортная Югра». У кого не получится проголосовать в интернете, могут прийти 26 февраля в пункты по работе с населением МКУ «Наш город». Народные выборы продлятся до 27 февраля. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости главное». И еще об одной сургутской территории, по которой пока только начат. Сбор мнений – это проспект Ленина. Власти сургута, похоже, всерьез решили преобразить главную городскую улицу. Из такой простой, даже колхозной, сделать современное общественное пространство, где комфортно и интересно будет каждому. Запустил эту машину ролик в интернете. Снял его житель нашего города, загрузил на YouTube и вот результат. Сейчас на интернет-площадке любой пользователь может высказаться, как бы он хотел, чтобы выглядел проспект. Самые полезные и креативные идеи войдут в итоговый проект переформатирования Ленина. Автор самого лучшего комментария получит в подарок от администрации сургута приз. Андрей Лобов знает, какой, а также где можно оставить свое мнение. Песня плывет, сердце поет, Это она, улица Ленина. Началась история о реновации проспекта Ленина с этого ролика. Автор видео, известный в Сургуте, как он сам себя называет, общественный деятель Антон Хролович. Снял его после празднования 425-летия города. День рождения в 2019-м отмечали как раз на Центральном проспекте. Сцену смонтировали у памятника основателям. Улицу перекрыли, она на один день превратилась в юбилейный пешеходный Арбат. Выйдя на улицу Ленину, то есть, конечно, стало понятно, что современные праздники так не должны проходить. И человек, который приходит на этот праздник, он не должен видеть это. Ну, то есть, это же праздник. То есть, после такого праздника настроение, мне кажется, не улучшается, а наоборот ухудшается. Поэтому, ну, если уж посмотреть на другие большие города, то, конечно, Центральные улицы, они так давно уже не выглядели. Ну, почему наш город-то хуже? Я думаю, что мы можем все вместе это сделать. Старания творческой группы администрация Сургута оценила. Встретились с молодежью, поговорили с архитекторами. Новому облику Центрального проспекта города даже посвятили отдельную секцию на фестивале стартапов «Артефакт». Своё мнение о Ленина высказала и архитектор Любовь Варламова, супруга известного блогера и урбаниста Ильи Варламова. Эта улица, она очень такая типовая для советского города. И мне кажется, что вот этот потенциал городской среды именно северных городов, он, конечно же, должен идти совершенно от таких специфических, индивидуальных, объёмно-планировочных решений, и в том числе при формировании общественного пространства, которое мы должны остаться, основная задача реконструкции, любой улицы, сделать из улицы линейное общественное пространство. На вопрос «Зачем?» администрация Сурбута отвечает. Есть запрос общественности, значит, на него надо реагировать. Если молодёжь хочет видеть новый проспект Ленина, его надо переделать. Наша съёмочная группа прогулялась по улице и поговорила с молодёжью. Только вот из всех опрошенных с идеей реновации согласился только один респондент. Всё-таки хочется именно в празднике украшений больше. Ну вот в повседневные дни, конечно, мне нравится. Ну, это улица, и меня всё устраивает. Почему бы и нет? Мы, в общем, развиваемся каждый день, мир не стоит на месте. Здания тут довольно старые, поэтому было бы неплохо их обновить и сделать что-то новое в стиле больших городов. Я думаю, улица Ленина и так хороша, и меня здесь ничего не надо. Всё-таки проспект Ленина – один из самых главных улиц. Да и памятник основателю мало кто знает, с чего он зародился. Поэтому лучше, чтобы всё осталось как прежнее. Занимались другие проблемами. Вначале надо везде дороги починить, а потом уже заниматься украшением города. Я бы постарался как-то, чтобы машины ставили в определённых нужных местах, чтобы как-то были штрафы, потому что машины всё-таки у нас ставят там, где не надо из-за этого пыль и грязь, всё остальное. А фотозоны, мне кажется, это уже второстепенно. Сейчас сбор предложений по реновации проспекта Ленина идёт на краудплатформе «Сто городских лидеров». Среди идей – обновить фасады, организовать велодорожки, установить скамейки, озеленить магистраль и даже создать отдельную торговую зону для коренных народов Севера. А ещё сделать Ленина доступной для маломобильных групп населения. Лучшие идеи войдут в итоговую концепцию реновации проспекта и будут реализованы. В качестве стимула власти Сургута предложили приз креативным пользователям интернета. Мы сейчас собираем предложения. Если у вас нет своих предложений, заходите, смотрите. Какое предложение вам нравится, вы за него голосуете. Голосование продлится до 1 марта. Как уже писали и говорили, предложившему лучшую идею будет подарен смартфон. Первые шаги по модернизации главного проспекта Сургута власти сделали ещё в прошлом году. Контрольное управление основательно подчистило рекламные вывески. Теперь дело за идеями и разработкой проекта. После реновацию Ленина вынесут на рейтинговое голосование. Если всё сложится, обновление улицы попадёт в программу формирования комфортной городской среды. Я думаю, что если эта улица изменится, я думаю, что не будет ни одного недовольного жителя сказать, что же вы эту улицу сделали. Хотя у нас всегда бывает. Ты сделаешь одно, ты скажешь, зачем это сделали, сделай лучше другое. Поэтому я думаю, что в любом случае для большинства это будет хорошо. Андрей Лобов, Дарья Давыдова, Денис Зонов, Андрей Шевченко. Специально для программы «Новости. Главное». Прямо сейчас небольшая коммерческая пауза. После рекламы расскажем о ситуации с коронавирусом в Югре. На сегодняшний день какие населки для больных, которые заразились опасными инфекциями, есть на скорой помощи Сыргута? И зачем россиян, эвакуированных из Китая, изолировали в 30 километрах от Тюмени? Елена Монатиди пообщалась с поисковыми отрядами нашего города, как это психологически поднимать останки павших во время Великой Отечественной солдат. А Виктория Алексеева приготовила репортаж ко дню гражданской авиации и побывала в Сургутском аэропорту. Оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Войне, которая стала одной из самых кровопролитных и страшных. Сохранить память о солдатах, которые шли на фронт, невзирая ни на что, и воевали за то, чтобы мы сегодня могли жить и жить свободными. Наш общий долг. Но есть и те, для кого слово «память» имеет вполне осязаемое значение. Те, кто возвращает имена героям, чьи жизни оборвались на полях боев, а прошлое и будущее остались закопанными в братских могилах. Поисковые отряды России Югры Сургута сегодня назвали поименно тысячи солдат. Они передают гордость за отчизну и уважение к героям, будущему поколению. Проект «Вахта памяти» подвел итоги своей работы в 2019-м. Что уже сделано и сколько работы еще предстоит, расскажет Елена Аманатиде. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сохранить память о подвиге значит сохранить историю. В этом уверены участники поисковых отрядов Югры и Сургута. С каждым годом желающих пополнить их ряды становится больше. В длительных экспедициях плечом к плечу поисковики из разных уголков страны общими усилиями в прямом смысле раскапывают историю. Аккуратно из-под слоев земли они достают личные вещи, ложки, медальоны, боеприпасы и, конечно, останки. Найденных солдат и командиров перезахороняют с почестями. Проект «Вахта памяти» подвел итоги своей работы в 2019-м. За годы его существования участие в экспедициях приняло огромное количество югорчан. Они подняли останки сотен бойцов, которые сражались на фронтах Великой Отечественной. В 2019 году регионально-общественная организация «Союз поисковых формирований и долг и памяти ГРУ» исполнила 10 лет. Регионально-общественная организация «Союз поисковых формирований и долг и памяти ГРУ» объединяет на сегодняшний день 29 поисковых отрядов, которые активно работают как на территории округа, так и, безусловно, выезжая в экспедиции в те места, где были боевые действия. Всего в 2019-м прошла 21 экспедиция. Сургутяне работали вместе с коллегами из других регионов страны, поэтому победы у поисковиков общие. По итогам Яландского плацдарма удалось обнаружить останки 22 бойцов, а также медальон образца 1925 года. Его прочитали, сейчас ищут родственников солдатам. В Калужской области в районе Зайцевой горы подняли останки 246 человек. Установили пять имен. Там же нашли два медальона и красноармейскую книжку, которая сейчас на экспертизе. В Крыму в экспедиции «Аджамушкай-2019» нашли останки еще двух фронтовиков. Сейчас работаем по новой схеме. Это антропологи с нами работают. Панатомически полностью бойца изгумируют. Заполняются протоколы, делается фотофиксация. Все по документам вдаётся в архив для того, чтобы увидеть картину тех событий, как погиб боец. Даже антропологи есть те, которые с художниками связываются и по черепу могут отрисовать это лицо этого бойца. И так вот можно найти, конечно, родственников этого бойца. Андрей Попов теперь уже командир отряда. Но когда-то, в начале 2000-х, будучи школьником, он впервые отправился на раскопки. Тогда он еще не подозревал, что эта деятельность поглотит его на следующие 20 лет. Но особенно четко на всю жизнь врезалась в память самая первая экспедиция. Первая экспедиция, она никогда не забывается. И мы ходили поднимать советский самолет, И-16, на Шимских болотах, это возле Питера. И там проходили очень сильные бои. Было блокадное кольцо. И когда мы поднимали вот этот самолет, и особенно ночью мы слышали, вот лежа в палатках, слышали моторы, звуки, пролетающие техники, именно пропелленных самолетов, которые именно были, может, это наши еще, мы как были дети, такое воображение, но, конечно, впечатления были такие жутковатые. В арсенале теперь уже опытного поисковика немало мистических историй. Даже земле сложно хранить в себе эту боль. Ведь находясь на бывших местах сражений, пропитавшись той атмосферы, иной раз слышишь и видишь то, что сложно объяснить. Девушка все время ночью проспалась, и как бы даже от страха крики были. Как бы на командирском собрании все время было возмущение, что за ночью крики. И она вот рассказывала ребятам и на костре, и вообще, что она говорит, ей во сне приходит женщина с детьми, что она где-то вот здесь вот захоронена и прямо вот показывает в ту сторону. Ей никто, конечно, не верил, думаю, просто какие-то кошмары. Но все-таки ребята собрались, сходили и уже подняли. Было найдено двое ребятишек и женщина. Пока зима, у волонтеров-поисковиков нет раскопок. Но это не повод для каникул. Сейчас они изучают архивные данные и географию районов для будущих поисков. Уже весной, в середине апреля, экспедиции на поля сражений возобновятся, потому что война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Елена Монатидия, Андрей Шевченко, специально для программы «Новости. Главное». 125 лет назад учитель физкультуры, американец Уильям Морган подарил миру новую игру. Соединил в ней гандбольный, бейсбольный, баскетбольный мячи. Сетку позаимствовал у большого тенниса и предложил через нее мяч перекидывать. Забава получила название «Минтонет». Спустя год с небольшим игру переименовали, а о летающем мяче вскоре узнала вся планета. Волейбол стал широко популярен, вошел в программу Олимпиады и на первом же турнире в 1964-м золото досталось Советскому Союзу. Россия, а до этого СССР, чаще остальных выигрывала главные старты на планете. Семь раз мужские и женские команды добивались успеха на Олимпиаде. Сургут и Нижневартовск. Кстати, по праву считаются кузницами кадров не только для клубов, выступающих в чемпионатах, но и для главной команды страны. В разное время ее цвета защищали Станислав Денейкин, Артем Ермаков, Артем Вольвич, Игорь Кобзарь и другие. В женском волейболе наибольшего успеха пока добилась Леся Махно. 30 лет назад она начала заниматься в спортшколе геолог, пока спустя два десятилетия стала чемпионкой мира в составе сборной России. Сегодня большие перспективы у целого ряда спортсменок, в их числе. Виктория Кобзарь в прошлом году она стала третьей на первенстве Европы. О празднике волейбола и о том, какое внимание этой игре уделяют на крупнейшем градообразующем предприятии сургута Дмитрий Круковец. Волейбол, во-первых, это очень умная игра. Помимо того, что она еще очень демократичная игра, она умная игра, развивает координацию, то есть силу, ловкость. За два с половиной часа ты можешь прожить небольшую жизнь, все эмоции, все чувства испытать. Поэтому это очень хорошая, гармоничная игра. Поэтому я думаю, что если есть где заниматься волейболом, я бы даже не думал. Шел и занимался. Ярослав Василенко сегодня старший тренер Динамо из Ленинградской области. Клуб играет в Российской Суперлиге, а наш чемпионат считается одним из сильнейших в Европе. Почти 20 лет назад молодой и харизматичный спортсмен впервые надел на себя майку сургутской команды ЗСК «Газпром», а затем «Газпрома Югры». Форму эту Ярослав носил в общей сложности 6 лет. Затем долгое время работал детским тренером, возглавлял молодежную команду в Сосновом Бару, что под Санкт-Петербургом. За счет того, что в городе появилась профессиональная команда, приток детей в волейбольной секции заметно вырос. И так бывает практически всегда. За счет того, что люди приходили и болели за команду, появлялись много молодых игроков. И потом, когда там стали трудные времена в волейболе, когда ушло финансирование, дети перестали ходить на этот вид спорта. Это большой провал, и сейчас мало венгерских игроков. Старший тренер «Газпрома Югры» часть своей карьеры провел в Венгрии и приложил руку к подъему популярности волейбола в этой стране. Сейчас Юрий Мельничук работает в Югре. 7 лет он возглавлял Нижневартовский самотлор. Последние два сезона трудится в сургутской команде. Наш город называют еще кузницей кадров, причем не только для мужских клубов, но и для женских. В Сургуте сегодня волейболом регулярно занимаются около 2000 человек. Больше половины из них дети. В прошлом году воспитанницы городской спортшколы Олимпийского резерва номер один стали пятыми на первенстве России. Это рекордный результат с учетом того, что в Сургуте нет профессиональной женской команды. 2004 год у меня с первого класса занимается. И мы планомерно готовились. Мы и по младшему возрасту были на финале, но тогда были девятыми. И вообще по региону, по Уральскому второе место держим после Челябинска. Потому что с этим возрастом нам удалось практически все, что можно в призы попасть и заработать. Сургутянка Виктория Кобзарь в ноябре прошлого года в составе сборной России выиграла чемпионат Восточноевропейской зональной ассоциации и помогла национальной команде пройти в финальный этап чемпионата Европы. Он пройдет в 2020-м в Черногории. Десятки выпускников наших спортивных школ играли и продолжают выступать. В чемпионатах России привлекаются к основному составу главной команды страны. У нас такие ребята, которые играли на первенстве России еще в команде «Газпром Югра», «Торум» ребята из «Торума» тоже. Это Строганов Сергей, Чумичев такие вот. Ну много ребят, которые, правда, прошли школу такую вот именно из мастера спорта и пришли уже на предприятие. Здесь получили специальности, заработают. Ну и спорт также не оставляют. Сургут-Нефтегази десятки профессиональных в прошлом волейболистов и сотни тех, кто прошел специализированную подготовку в спортивных школах России. Волейболом я занимаюсь с четвертого класса. Ну и по нынешний день не бросаю. Я родом из Казахстана. Пока учился в школе, занимался профессионально, начиная с ДЮС США и заканчивая молодежной сборной Казахстана. Ну а потом так сложилось, после школы уехал учиться в Омск и получил гражданство там и потихоньку стал играть за предприятие и таким образом перебрался в Нижний Сартымскнефть. Команда НГДУ Нижний Сартымскнефть регулярный участник волейбольных турниров в спартакиаде Сургут-Нефтегаза. Сборная из года в год поднимается на пьедестал почета, хотя конкуренция за три верхние стройки очень высокая. Сильный игрок, он за собой тянет и подтягивает к себе людей, которые, глядя на его уровень, тоже стараются подтянуться и показывают результаты. Мне в свое удовольствие хватает, что играю за Сургутский район, на округ выезжаем, за организацию, за свою Нижний Сартымскнефть. Ну, я доволен полностью. Это праздник души. Это незабываемая игра, которая нравится, я так думаю, практически всему миру. Волейбол – первый вид спорта в программе соревнований нефтяного гиганта. Спартакиада будет продолжаться весь год. Участие в ней примут около 15 тысяч человек. Сегодня турнир является одним из крупнейших среди подобных в России. Очень знаменательно, что этот юбилейный год со дня Великой Победы в нашей компании, конечно же, открывается именно праздником спорта. Уверен, что в ходе этой спартакиады мы увидим и услышим новые имена, новые сильные команды, в том числе среди победителей. Победитель в спартакиаде Саргутнефтегаза по волейболу станет известен в конце февраля. Символично, что 29 числа Международная федерация этого вида спорта проводит ставшую традиционной акцию. В високосный год проходит еще один день волейбола. Во многих городах, где есть профессиональные команды, для болельщиков устраивают матчи звезд, товарищеские встречи, мастер-классы и автограф-сессии. «Газпром-югра» в этот день сможет порадовать поклонников победой в Суперлиге. Для этого в дерби сургутянам необходимо обыгрывать новоуренгойский факел. За несколько дней до этого все желающие смогут посетить финалы турнира по волейболу комплексной спартакиады Саргутнефтегаза. Решающие поединки пройдут 24 числа. Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Сергей Коликов. Специально для программы новости «Главное». В 2020 году в школах Югры появятся диетологи. Предложение, чтобы в образовательных учреждениях трудились специалисты по питанию, Общероссийский народный фронт в округе озвучивал и ранее. Теперь такую установку дал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Некоторым детям по состоянию здоровья необходимы особые блюда, а педагоги не всегда разбираются в калорийности, например, или уровне сахара. Работать диетологи будут по направлению школьной медицины. Возможно, к ним присоединятся и гигиенисты. Они будут курировать образ жизни подростков и пропагандировать физкультуру и спорт. Сейчас УНФ намерен усилить работу в этом направлении, чтобы новые специалисты приступили к своим обязанностям в учебных заведениях с 1 сентября. О других важных новостях этих семи дней в традиционном дайджесте слово Татьяне Расторгуевой. В 39-м микрорайоне началось строительство новой школы. Планируется, что корпус для учеников первых четвертых классов на 550 мест откроется в 2021 году. Возводят объект в рамках концессионного соглашения. Сама стройка идет в рамках нацпроекта «Демография». Стоимость новой школы 1,2 млрд. рублей. Для подрядчика опыт работы по концессии первый, однако организация построила в Сургуте уже несколько образовательных учреждений. Строители отмечают, что на площадке будет работать инновационная техника. Это поможет приблизить срок ввода объекта в эксплуатацию. У нас получается объект будет монолитный. То есть это у нас будет бетонный насос работать. То есть это и по времени очень быстрее происходит, нежели работать с стандартными старыми средствами, колокольчиками. То есть это и быстрее, и надежнее. Досадная случайность или хайп? В департаменте образования Сургута прокомментировали публикацию и фотоснимки, которые появились в соцсетях. Сделаны кадры в столовой 15-й школы. В тарелке с запеканкой запечатлели таракана. В ведомстве сообщили, что это единичный случай. Массового распространения насекомых в образовательных учреждениях быть не может. Дезинфекцию проводят во всех помещениях каждой из школ города один раз в месяц. Весной и в случае необходимости такие мероприятия проходят чаще. Раз в две недели. Публикация снимка стала поводом для проведения внеплановой проверки. Чиновники от образования отметили, что в тарелке таракан оказался случайно. Якобы стряхнул его туда со стены сам ученик. В полиции ищут дольщиков, пострадавших от действий двух сургутских застройщиков компании «Салаир» и «Новострой». Силовики расследуют уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, двое руководителей указанных компаний, предварительно договорившись, похитили более 10 миллионов рублей, привлеченных по договорам переуступки прав требования участия в долевом строительстве сургутских многоэтажек. Оперативники ждут пострадавших от действий застройщиков и просят их обращаться с заявлениями в полицию. Бросить все силы. Администрация Сургута встретилась с руководителями управляющих компаний города. Их призвали обратить особое внимание на очистку снега с крыши у козырьков. Кроме того, коммунальщики получили указание направить все ресурсы на уборку дворов, чтобы избежать очередного коллапса. За прошлую неделю в нашем городе проверили 190 придомовых территорий. В 35 из них зафиксировали снежные горы. Однако нарушения устранили за положенные 7 дней. На встрече прозвучала просьба к управляющим компаниям тщательно информировать граждан, когда во дворах будет проводиться уборка. Обязательно, чтобы у вас на сайте были графики и обязательно надо где-то на информационных досках в подъезде, чтобы это было. Это снимет тот накал, который сейчас идет на сайт «Твой Сургут». В сургутском гипермаркете обнаружили опасные дефекты. Власти просят жителей временно воздержаться от посещения торгового центра «Зеленый берег» на нефтеюганском шоссе 16 дробь 1. Там располагаются два крупных сетевых магазина и несколько бутиков. В двухэтажном здании выявлены дефекты строительных конструкций, трещины на стенах, частичное расхождение сварочных швов на металлических балках перекрытия. На заседании городской комиссии по предупреждению ликвидации ЧС ситуацию признали, цитирую, «грозой возникновения чрезвычайной ситуации». Конец цитаты. Татьяна Расторгуева, Дарья Давыдова, специально для программы «Новости. Главное». Ситуация стабильная. В Югре нет поводов для беспокойства из-за разразившейся в Китайской народной республике об этом говорят власти автономии. Под контролем на территории нашего региона находятся 40 человек. Это люди, вернувшиеся как с территории КНР, так и других, в основном, азиатских стран. Один из последних случаев зафиксирован в Лангипасе. Мужчина приехал из Вьетнама, почувствовал недомогание и сам обратился к медикам, как это и советуют делать. Сейчас за пациентом наблюдают. Эпицентром же информационного потока на уходящей неделе стала Тюмень. Там, по решению вице-премьера страны, развернули карантинную зону. В санатории в 30 километрах от областной столицы из изолированной от внешнего мира провинции Хубей эвакуировали более 140 россиян и граждан стран СНГ. Из-за этого в Тюмени началась легкая паника, а на улицах все чаще можно встретить людей в масках. Связано это и с тем, что в соседнем регионе зафиксировали резкий подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа. Школы закрыли на карантин. То же самое, к слову, сделали и в Сургуте. Число обращений в больницы кратно выросло. Со среды дети перешли на домашнее обучение, а в городе зафиксировали повышенный спрос на медицинские маски. Есть ли маски в наших аптеках? И готовы ли врачи скорой оказать помощь экстренным пациентам с опасной формой респираторной инфекции? Подробности через пару секунд. Тревожные вести чуть больше недели назад. В последний день января пришли из Тюмени. Там у девушки из Китая, студентки индустриального университета, подтвердилась коронавирусная инфекция. Всех, кто контактировал с ней в общежитии, проверили. Тесты оказались отрицательными. По цепочке власти начали устанавливать всех, кто находился рядом с молодой китаянкой. Известно о нескольких десятках человек. Трое из них обнаружились в Нижневартовске. Граждане Узбекистана летели с инфицированной девушкой в одном самолёте. Сейчас студентка КНР лечится, а её попутчики пока под наблюдением. В изолированных боксах в одной из больниц столицы Самотлора. 6 февраля с жалобами на здоровье к врачам пришёл житель Лангипаса, вернувшийся из Вьетнама. Пациент в плановом порядке госпитализирован в инфекционное отделение с соблюдениями всех необходимых мер предосторожности и патологической безопасности. За пациентом будет осуществляться и за контактными лицами медицинское наблюдение. Пациент в плановом порядке будет обследован на коронавирус. Результаты мы обязательно обнародуем. На сегодняшний день оснований для паники нет. Поверьте мне, заслон поставлены достаточно жёсткие. Каждый человек отслеживается. Мы забираем материал. У нас чётко есть... Мы прошли уже инструктаж. Берём материал для изучения, что за вирус у того или иного человека с подозрением. Безусловно, сбор анамнеза, то есть сбор истории болезни, где человек был. К сожалению, есть люди, в том числе контактировавшие, которые прилетели из Китая, те, которые контактировали с жителями Китайской народной республики. Поэтому у нас идёт плановая работа. Всего в округе под наблюдением врачей 39 человек. Они либо вернулись из КНР, либо контактировали с заболевшими. С начала года в аэропортах Югры в связи с осложнением эпид-обстановки в Китае тотально проверяют прибывшие из стран Юго-Восточной Азии чартеры. В Сургут летают самолёты из Вьетнама и Таиланда. Контроль двойной. Сначала сотрудник Роспотребнадзора со специальным прибором бесконтактным тепловизором проходит по салону самолёта, проверяя температуру тела у пассажиров, затем процедуру повторяют уже в зале прилёта. Тепловизор срабатывает при каких-то повышенных температурах тел у прибывающих и сигнализирует об этом. Работают медики также при санитарно-карантинном пункте, медики поликлиник, медики аэропорта, которые проводят и осмотр, проводят анкетирование пассажиров. Пока ни одного человека, который вызвал бы подозрения у сотрудников Роспотребнадзора или медиков на самолётах, приземлившись в Сургуте, не оказалось. Сами же туристы пока не видят причин для беспокойства и не спешат отменять оплаченные туры. У нас очень много китайцев в отеле было. Они все в масках практически все. Мы тоже побаивались. Где их было много, мы одевали. 14 заражённых там я слышала. Паники нет. Я бы не сказала. Лёгкая паника в Сургуте была в середине недели, когда в социальных сетях жители города трубили о недостатке медицинских масок в аптеках. У нас что вы хормили, все разобрали? А как быть? Пока ждём. У поставщиков как-то тоже всё вдруг стало печально. Не отгружают маски. Вообще нет. Видимо, в Китае. Реально нету даже заказать нюху. Инспекции одну за другой провели депутаты, волонтёры молодой гвардии, представители Общероссийского народного фронта. И маски нашлись. Фармацевтов же строго-настрого предупредили о недопустимости завышения цены искусственного создания дефицита как индивидуальных средств защиты, так и противовирусных препаратов. Мы провели заседание Санитарно-противоэпидемиологического совета при комиссии по чрезвычайным ситуациям города, где было принято решение аптечной сети обеспечить неснижаемый запас, необходимый запас как масок, так и противовирусных препаратов. Сегодня наши специалисты съездили, посмотрели ряд аптек. Указанные средства в аптеках есть. На станции сургутской скорой помощи проблем с масками нет никаких. На складах двухгодичный запас. А 8 лет назад, когда бушевала вирусная стихия под названием птичий грипп, здесь закупили специальные изолирующие боксы для пациентов с опасными инфекциями. И костюмы, которые должна надевать вся бригада, следующая на особый вызов. В комплекте непроницаемые комбинезоны, бахилы, перчатки, маска и очки. Сами боксы абсолютно герметичны. Если пациент нуждается в манипуляциях, врачи выполняют их через специальные рукава. Важное преимущество носилок, которыми располагает сургутская скорая автономная система вентиляции. Могу успокоить жителей нашего города и района, что мы готовы полностью, не только станция скорой помощи и другие лечебные учреждения, они готовы к данному виду инфекции или какой-либо другой. Подобные носилки использовали в Тюмени, где ситуация с эпидемиологической точки зрения чуть сложнее. Паники нет, но некоторое беспокойство ощущается. Во многом из-за той самой студентки из Китая. Добавило тревоги решение создать вблизи областной столицы карантинную зону для россиян и граждан нескольких стран СНГ. Их самолетами воздушно-космических войск эвакуировали из эпицентра разгула эпидемии китайского города Ухань. Мы действительно подготовили для приема наших сограждан и граждан других государств загородный реабилитационный центр, который расположен в 30 километрах от города Тюмени со всей автономной инфраструктурой. Мы понимаем, что приезжают и мужчины, и женщины, и семейные, и маленькие дети, и наша главная задача создать для них максимально комфортные условия пребывания на 14 дней. После того, как Ил-76 приземлился в Тюмени, на борт поднялись сотрудники Роспотребнадзора и врачи. Они осмотрели пассажиров и экипаж. Багаж продезинфицировали, как и сам самолет, и всю технику. 144 человека, прилетевшие из Уханя, две недели будут жить в реабилитационном центре «Градостроитель». Все данные говорят о том, что люди здоровы. Но на всякий случай в центре с эвакуированными работают бригады медиков из Москвы и Тюмени. Соотечественники между собой не контактируют. Каждой семье выделили отдельные номера. Центр полностью подготовлен за короткое время. Во-первых, приложено максимум усилий, чтобы была выбрана именно такая точка, из которой невозможно распространение инфекции. Этот центр обладает автономной канализацией, оборудован собственной дезинфекционной камерой, оборудован специальной прачечной, где будет тоже проводиться дезинфекцией всех предметов. Александр Гмуор, губернатор Тюменской области, в соцсетях провел эфир, где обстоятельно ответил на самые сложные вопросы о коронавирусе и карантинной зоне в 30 километрах от города. По словам главы региона, на призыв федеральных властей откликнулись многие субъекты страны, но Тюменская область по совокупности факторов оказалась наиболее подготовленной. В здании, которое строилось под противотуберкулезный диспансер, изначально были соблюдены все требования безопасности. Александр Моор отверг все обвинения и в том, что, цитирую, решил выслужиться перед Москвой и не думал о людях. Конец цитаты. По собственному признанию, родившийся и выросший в Тюмени, он просто не мог поступить иначе, учитывая, что многие его друзья и семья живут в этом родном городе. Анна Бревнова, Дмитрий Курковец, Сергей Коликов, Денис Зонов специально для программы «Новости. Главное». Аэропорт Сургута в прошлом году обслужил более 1 миллиона 800 тысяч пассажиров. И этот показатель новый рекорд авиагавани. Рост отмечен как на международных, так и на внутрироссийских рейсах. Самые популярные направления у югорчан Москва, Петербург, Махачкала, Курорты Турции, Вьетнама и Таиланда. В тройку лидеров по объемам пассажиропотока вошли авиакомпании «ЮТЕЙР», «Аэрофлот» и «Победа». На старте последнего зимнего месяца, 9 февраля, ежегодно пилоты, стюардессы, водители, диспетчеры, механики, обеспечивающие работу воздушных лайнеров, принимают поздравления в свой профессиональный праздник День гражданской авиации России. Сегодня самолет не роскошь. Каждый желающий может приобрести билет в любую точку земного шара, подняться на борт и с комфортом совершить перелет за считанные часы. Однако за этими удобствами стоит колоссальная работа людей, отвечающих за нашу с вами безопасность. Нередко в аэропорту работают целые династии. И об одной такой семье расскажет Виктория Алексеева. Жизнь аэропорта это не только история каждого отдельного сотрудника, но и трудовых династий. Их в Сургутской авиагавани 16. Общий стаж отдельных семей насчитывает более 110 лет. Рустем Ильясов переехал в наш город в 1994 году и сразу попал в аэропорт. С водителем на линейку вот здесь по обслуживанию воздушных судов и до последнего здесь почти получается. До определенного времени здесь работал, потом нас всех перевели в Лукоил, после чего мы занимались только одной работой, заправкой самолетов. После этого суда опять вернулся. Сейчас работа Рустема заключается в чистке территории. Одна только взлетно-посадочная полоса длиной за 3 километра. А весь периметр аэропорта занимает больше 11. Если нет обильного снегопада, на уборку уходит примерно 3 часа. В противном случае работа может становиться бесконечной, пока осадки не прекратятся. Работа состоит тем, чтобы убирать перрон, взлетную полосу, ну и вообще наводить порядок здесь в аэропорту от снега, от всего. В моей работе нравится, что здесь стабильная работа, стабильные заработки, да и коллектив хороший. Немаловажен и труд сотрудников отдела производства. За все, чем вас кормят и поят во время рейса, нужно благодарить тех, кто подготовил, проверил, укомплектовал и доставил на борт питание и посуду. В аэропорту Сургута Алла Ильясова, супруга Рустема с 2007-го. Работа у нас заключается в том, что составление документов на борта, контролируем заявки, которые поступают от авиакомпаний, формируем накладные комплектовщики, у нас комплектуют бортовое питание и бортпитание, готовое бортовое питание уже доставляется, досматривается на энтероскопе и доставляется на борт. Ну что у нас по плану сегодня? Рею 103, 53,1 начинает сканировать. Спасибо. В детстве Кристина Ильясова часто приходила в аэропорт и мечтала однажды присоединиться к родителям. Только сферу выбрала, другую. Вообще, с самого детства, когда мы улетали куда-то, мне всегда нравились девочки, которые сидят на регистрации. Я почему-то всегда смотрела и мне они очень нравились. И я всегда говорила, что я вырасту и я буду сидеть так же. Да, и как раз я закончила школу в 2016 году и подумала, почему бы не пойти сразу. Так, вчерашняя школьница без больших ожиданий написала заявление и все получилось. Взяли на работу. Начала с зоны выдачи багажа. Дальше, как и хотела, стойка регистрации. А теперь Кристина работает диспетчером службы перевозок и следит за всеми стойками оформления пассажиров и чемоданов, чтобы не было задержек и вылет состоялся вовремя. Нравится все. Чтобы не врать, нравится все. Если бы не нравилось, то я бы, наверное, уже не работала. Ну, никто не понимает мою работу. Почему-то, как диспетчер, все думают, почему-то, что диспетчер именно вышки. И у всех водят, и там, как так, ты отвечаешь за самолеты, за безопасность людей. Я, да, я отвечаю за безопасность, но не так, как отвечают на вышки. Ну, то есть, не все хотят. Все хотят устроиться, пытаются. Несмотря на то, что Ильясовы работают вместе, в аэропорту они практически не пересекаются. А значит, дома, за ужином, всегда будет что обсудить. Я могу там прийти домой и рассказать, там, мама, у меня сегодня вот такое вот было. Мама там может прийти, Кристина, у меня там дочь такое-то. Ну, и папа приходит. Ну, а мы сегодня весь день снег чистили. По итогам работы за прошлый год фото Аллы и Кристины Ильясовых разместили на доске почета. Всего на ней 21 место для лучших работников среди подразделений воздушной гавани Сургута и ее филиалов. А это 2000 человек. Виктория Алексеева, Сергей Коликов, специально для программы «Новости. Главное». Это были главные новости уходящей недели. Чтобы всегда быть в курсе последних событий, смотрите программу «Новости Сургут-24» и читайте наш сайт indefisnews.ru. Впереди реклама и прогноз погоды. Я желаю вам только хороших новостей. До встречи в эфире. Размещайте сбережения в КПК «Югра» под 11,25% годовых. Подробности на kpk.defisugra.ru и в отделениях организаций. Вы можете бесплатно позвонить на горячую линию и получить консультацию по тарифам. Включи «Лав-Радио» твоей мечты. Реклама в кино – это удобно. Реклама в кино – это выгодно. Рекламу в кино увидит ваша аудитория. Ваша реклама в кинотеатрах Сургута и Когалыма. Закажите сейчас по телефону в Сургуте. 55-00-55 55-00-55 Возможно, именно ваш клиент сейчас собирается в кино. Настроение человека во многом зависит от солнца. Его управляемый поток радует утром и успокаивает вечером. Так просто. Компания «Жалюзи». Улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. Улица Лермонтова, 11-5. Телефон 36-14-47. В салонах обуви «Саламандр» и дисконт-центре «ТЦЗАЙДИКУПИНОПРОФСОЮЗОВ-21» грандиозная распродажа зимней, летней и демисезонной обуви со скидкой до 70%. Энергия страны – это сила Сибири. И твой город – это город сильных и успешных людей. А жилой комплекс «Кедровый лог» – это его исторический центр. Квартиры с видами на любимый город рядом со всей инфраструктурой Сургута. Парки и скверы, концерты и кино в пешей доступности. Подземный паркинг и высокая энергоэффективность. «Кедровый лог» – комфортный дом в атмосфере центра. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, 23 февраля. Дарите с настроением. Подарки для малышей по лучшим ценам. Карапуз. Ресторан «Аккорд» – это идеальное место для проведения свадеб, торжественных мероприятий, банкетов, юбилеев, корпоративов, новогодних вечеров, дней рождений. Светлый, уютный банкетный зал до 120 мест. Банкетное меню составляем по вашему вкусу. Мы поможем вам с организацией вашего торжества. Услуги ведущего. Живое профессиональное вокальное исполнение. Праздничное оформление зала. Богатое банкетное меню русской европейской кухни. При бронировании торжества в будние дни предоставляется приятная скидка. Спешите забронировать лучшие даты. Всегда рады видеть вас. Улица 30 лет Победы, 45 дробь 1. Телефон 3355-00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова